А ты ведь и по-русски поешь, насколько я знаю. Можно исполнить что-нибудь для меня? Какой песня? Какую-нибудь на свой вкус. Мне нравится нежность. Это ведь на самом деле песня из фильма 60-х годов, из черно-черно-белого фильма, из той же эпохи, в которой была... Я знаю, очень популярной. Да, это та же эпоха, в которой жила Ингрид Бергман, шведская актриса, в честь которой тебя назвали. Когда я училась исполнять песню «Нежность», я смотрела этот фильм. Несмотря на то, что я еще не понимала язык, я очень хорошо поняла эмоцию, которая есть в машине, где поет главная героиня. Несмотря на то, что я абсолютно другой нации, она настолько искренне и душевно поет, что все равно чувствуешь даже смысл этой песни. Несмотря на то, что, естественно, лингвистически я ее не могла понять, я влюблена в настроение, которое есть в русских песнях. Это меланхолия, возможно. Мой темперамент, он слегка меланхоличный. Поэтому, возможно, я нахожу какое-то душевное сходство. Это, опять же, еще одно родство мое с вашим народом. А ты была на родине Ингрид, в Швеции когда-нибудь? Ты была? Да, опять же, возвращусь к тому моменту, что... Меня назвали в честь Ингрид. Меня назвал так папа. Он занимался кинотеатром. 25 лет они с мамой занимались кинобизнесом, я помогала им продавать попкорн. Помогала рассаживать людей, и, соответственно, я смотрела все фильмы, которые шли у нас в кино. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. 24. 24.